В августе 2016 года мы прибыли в Москву, чтобы пообщаться с парнем по имени Саид, который рассказал нам историю о том, как из мрака сатанизма он пришел в религию единобожия. Мы полагали, что он единственный в своем роде, но несколько месяцев спустя Саид познакомил нас с другом, чей путь к истине также пролегал через мрачное заблуждение в дебрях сатанизма. Сейчас его зовут Хазим, в прошлом Денис, и он любезно согласился поведать миру свою историю. Я по характеру с детства такой был, мне всегда был понятный порядок, дисциплина, вернее даже непонятно было, как можно без этого жить. Какие-то действия направлены на реализацию себя, на помощь окружающим обществу. Тусклое и болезненное детство сложило в Денисе мрачное представление о сущности мира. Мрачное настолько, что оккультизм виделся ему вполне сносным занятием. Гораздо лучшим, чем привычные нормы христианства или атеизма, в лоне которых формировалась его личность. Я до 20 лет тяжело болел, поэтому у меня детство это было из одной больницы в другую, я считаю, переезжал. Может быть это повлияло на то, что я такой интроверт, много думаю. Я сформировал это, такой характер определенный мизантропический. Я смотрел на людей, я не понимал, а как можно, имея здоровье, в то время, как у меня его не было, вот так вот халатно относиться к своему телу, пьянствовать. Ну, так сложилось, что ни медики, ни целители никакие не могли помочь. Вот, я начал самостоятельно искать какие-то пути, решения вот этих своих болезней или еще чего-то, вообще понять, как устроен этот мир. На тот момент у меня мать была верующая, отец не верил тогда, ему надоело все это. Критическое мышление, решительный характер, любопытство. Все это заставляло Дениса непрерывно собирать книги, самостоятельно изучать различные мировоззренческие концепции. Я читал Библию, я спрашивал, почему здесь написано вот так, почему вот это, что вот это означает. Мне говорили, не задавай таких вопросов, это грешно даже. То есть мне что, думать грешно получается? То есть вот такая вот слепая вера меня не устраивала. Как бы я всегда иду, если мне что-то надо, там написано, не влезать, убьет, надо туда залезть и узнать, как убьет. Вот, примерно так. Вот, я занялся тогда первыми, так скажем, оккультными практиками, поползновения такие начались. Вначале это просто вылилось в такой протест, как бы против самого явления христианства. Затем я так побаловался этим недолго, это даже не серьезно, это просто как акт отрицания такого было. Он стал довольно серьезным специалистом в колдовстве, мистиком и даже отчасти философом. Путь к материалистическому мышлению был закрыт, ибо он на себе ощущал присутствие сущностей за гранью нашего материального мира. Но мистицизм на время перекрыл путь к Богу. Однако слово «колдовство», по его утверждению, является не совсем корректным термином, точнее будет темная практика. Берешь христианскую молитву за упокой и читаешь на живого человека несколько раз. И со временем человек заболевает и увядает. Или берешь фотографию с человеком, прокалываешь глаза, вот уже как бы отождествление есть, у человека зрение начинает падать, или там еще какие-то катаракты, или еще что-то начинается. В какой-то момент это даже приносило злорадство некоторое. Это воспринимается людьми как творчество такое своего рода. Как, каким способом порчу навести, как-то там извести человека или еще что-то. Землю с могилы принести ему или в могилу фотографию его положить. И потом смотреть, наблюдать, как он там умирает, болеет или еще что-то. У Дениса были и свои сатанинские кумиры и авторитеты, на чье мнение и деятельность он опирался. Культисты, сатанисты к времен, это, наверное, Алистер Кроули. Ну да. Тоже долгое время ему увлекался. Кроули, а как же Лавей, который уже в развернутой форме все это... Да нет, Лавей, это, так скажем, детский сад. Он там с Кроули где-то пересекался один-два раза и все. Он у него взял какую-то поверхностную суть. Кроули там все-таки уже там и с сущностями общался, и в него там вселялись. Вся современная культура, она построена именно... Как бы, Кроулианство является такое сплошное. Незашуренность мышления, открытость к новой информации заставляли постоянно углубляться в изучение самых разных религиозных концепций, в том числе к изучению коранических текстов. В 2009 году я первый раз начал читать Коран. Первое прочтение, оно у меня не вызвало каких-то ни впечатлений, ничего. Вроде бы в Библии то же самое все сказано. То есть сильно не углублялся так. Все так и могло остаться на уровне поверхностного ознакомления. Однако Денис на собственном опыте понял, что быть темным практиком занятия очень опасные, если не сказать смертоносные. Вообще цель, скажем, оккультиста любого и тем, кто проникает туда, как бы за грань разумного, сознательного, это потеря личности, которая есть в этом мире человеческой. И замещение вот этой личности, вот как бы тело остается то же самое, а личность там другая. Конечный, наверное, результат во всем этом увлечении, это вот как раз суицид. Но потом, я говорю, возникло ощущение, что ты просто марионетка, которая управляет кто-то. И способности, которые на тот момент были, это как, знаешь, тебе дали на время пользоваться, как костыли определенные. Вся культура, вся музыка, видео, все направлено на то, чтобы человек остался на уровне ребенка. Чтобы он на уровне эмоций воспринимал все это. Новая вещь купить там в детстве, новая футболка, смотрите, у меня вырос, ой, я новую татуху сделал, смотрите. То есть, так вот оно и идет. Параллельно с постепенным разочарованием в сатанизме, он также открыл, что и с обществом что-то не в порядке. И ему важно было выяснить, что именно. Вдоволь насытившись юношеским максимализмом, музыкой, буддизмом, восточными боевыми искусствами, сатанизмом, колдовством, философией, социологией, психологией и многими другими вещами, он ощутил неуемный ментальный голод, который никак не мог быть утолен ничем из того, что он исповедовал. Самый важный вопрос это отношение между людьми, в семье, в обществе, на работе занимаются обширно психологи и психотерапевты. И в свое время я прочитал огромное количество вот этих статей, книг на тему, как коммуникацию устраивать с людьми. И там собрав, скажем, квинтоэссенцию из всего этого, основа такая, я увидел, что в общем-то в исламе все это есть. Я потом думаю, дай-ка я почитаю, что там написано. Купил несколько книг, прочитал, и меня удивила вот эта вот простота и ясность, с которой там написано все вот это, без всяких заморочек. Причем советы давались многократно, там в тысячу раз лучше, чем то, что напридумывали наши психологи. И таких фактов огромное количество накапливалось. Самое интересное, что когда ты думаешь, ну да, у нас наука это вот доказала, потом думаешь, стоп, а когда наука это доказала? Она это доказала 20-30 лет назад, а это было сказано 1400 лет назад. И вот это уже заставляло серьезно задумываться. К этому моменту Денис вобрал в себя такое огромное количество информации, что превратился в кипящее горнило мировоззренческих концепций. Однако его начало все больше тяготить в сторону ислама. Я еще там за несколько лет, тоже где-то лет за семь, может быть, еще даже до того, как Коран читать начал, я думаю, я не буду свинину есть. Просто решил, что-то мусульмане говорят, не надо, ну я не буду на всякий случай так. И у меня так поэтапно это было, то есть какая-то гигиена, я до некоторых мыслей сам доходил, а потом я узнавал, что это вот прописано, как вот норма такая. Когда шел, ну думал над этим, размышлял, то есть какая-то гигиена там после туалета, как-то еще что-то. И любой человек, если он начнет именно логически размышлять, без эмоций, без каких-то там своих чувств, нравится, не нравится, а просто начнет сравнивать, думать, он просто придет к тому, что вот в исламе все это есть. Зачем что-то еще изобретать? В итоге настал критический момент. Точка невозврата была пройдена. Денис принял решение, с которым он войдет в средний возраст. И в этом отчасти заслуга нашего старого друга Саида. 20 марта, было тогда солнечное затмение, помню. 20 марта какого года? 15. У меня возникло внутреннее такое состояние. Я приехал, а Саид меня тогда в исторической мечети уже познакомил со всеми, кто там, администрация, мамы. Вот, я приехал, я говорю, я вот решил, выбрал имя Хазим. В целом, то есть для меня образ жизни даже, можно так сказать, не изменился. То есть добавилась пятикратная молитва. Скажем, суицидальные мысли, которые возникали, они как-то легче проходили. То есть чем глубже я туда погружался, тем сильнее меня выбрасывало назад. Это как поплавок. Ты его на дно, а он назад. Вот. И я вспоминал всегда, вот, глядя на арабов, у них, откуда у них такая жизнестойкость есть. Вот если бы у палестинцев было такое мировоззрение, которое сейчас русским навязали, они бы давно там спились, скурились, там еще что-то, их бы давно не стало просто. Ну, они стойки, сильны духом. И это делает именно ислам с человеком. Потом был тоже ряд событий, вот уже, наверное, несколько месяцев подряд. Это вот в декабре было. Было, ну, я болел. И опять же, там температура до 42 поднималась. И в этот момент такое было ощущение, что вот все сгорало просто. То есть то, от чего я не мог избавиться, то, что было... Татарсис произошел? Вот именно, да. То есть и вот после этой болезни я уже там... Мозги, походу, плавились уже. Я... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова